МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владлина Егоров, члены общественного совета и действующие сотрудники управления. Во все времена служба судебных приставов была надежным оплотом государства. Руководитель управления Надежда Семенова отметила, что принятие присяги, особенно в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, особый праздник и особая честь. Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к братской могиле погибших советских воинов. Участники автопробега Росгвардии вахта памяти сыны Великой Победы посетили Тверскую область, где в рамках патриотической акции провели целый комплекс мероприятий, которые стали заключительными в запланированном маршруте автопробега. В городе Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу советскому солдату и почтили память павших защитников Отечества. Конечным пунктом стал город Осташков, где росгвардейцы приняли участие в торжественном митинге и старте детского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы. После митинга участники автопробега продолжили работы по благоустройству военного захоронения воинов НКВД в деревне Замышье Осташковского городского округа. В настоящее время здесь захоронено более 200 воинов, защищавших Осташков. В работе по благоустройству также приняли участие сотрудники местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, воспитанники военно-патриотического клуба «Память» и юно-армейского отряда «Ратник». Радует то, что молодые ребята, школьники, скажем так, через вот этот труд, они приобщаются к нашей истории не только через учебники, через рассказы, но и непосредственно участвуют в подобных мероприятиях. Ярким завершением автопробега стал концерт с участием известных артистов. Ежегодная всероссийская патриотическая акция Росгвардии «Автопробег» вахта памяти «Сыны Великой Победы» проводится в шестой раз, из которых три акции прошли именно на территории Осташковского района. С 2017 года в ней приняли участие более 40 тысяч человек. Это не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и ветераны, школьники, военно-патриотические организации, поисковые отряды и обычные граждане. Кроме того, сотрудники и военнослужащие Росгвардии участвуют в поисковых работах, принимают необходимые меры по обезвреживанию и уничтожению найденных боеприпасов, оказывают содействие по становлению имен без вести пропавших воинов, организуют работу по розыску их родственников.